Что скрывают дерматологи? Правда, о которой не говорят при экземе. Смотрите это видео до конца, чтобы узнать, почему экзема возвращается снова и снова, как это остановить и к каким последствиям на самом деле приведет использование самых популярных гормональных мазей. Экзема – это аутоиммунное заболевание. Слишком много Т-лимфоцитов клеток иммунитета, а точнее именно Т-хелперов, расплодилось. И вместо того, чтобы сигнализировать иммунитет о враждебных организмах, они прикрепляются к нервным окончаниям кожи и к каналам водного обмена кожи. И иммунитет начинает послушно их атаковать. Но это полбеды. Про воспалительных цитокинов тоже становится слишком много. Они отвечают за интенсивность воспаления. И когда их чрезмерно, сигнал от этих цитокинов тоже слишком громкий. И такое воспаление перекрывает работу каналов водного обмена кожи, отчего оно пересыхает, и у вас появляется корочка экземы или папул с жидкостью. А воспаленные нервные окончания постоянно вас донимают и притягивают к себе внимание. Врач вам прописывает стероиды или что-то похожее на них. И они начинают погашать иммунную реакцию в местах нанесения. Некоторых смущает использовать стероиды и гормоны. Но на что не решишься, когда даже заснуть невозможно? Почему они вообще помогают? Они работают как некоторые вещества в вашем теле. Дело в том, что в вашем организме есть то, что должно выступать в роли регулятора Т-хелперов и провоспалительных цитокинов. Но, скорее всего, на данный момент у вас это вещество в дефиците. Или организм не может им воспользоваться. Но безопасная альтернатива синтетическим гормонам и иммуносупрессорам у вас есть. Более того, вы их кушаете. А возможно, даже наоборот. Вас отговаривают их кушать, подсовывая невкусную гречку с сухой грудкой. Или заставляют сидеть на диете, от которой только козы и овцы будут в восторге. А этот волшебный пятый элемент – самый настоящий витамин Д. Все его называют витамином. Но у этого жирорастворимого витамина структура все же больше похожа на гормон. Одна из его многочисленных задач – это регулировать уровень Т-хелперов и провоспалительных цитокинов. Решить проблемы с ним очень сложно, так как даже при идеальных условиях от солнца вы получите максимум 15% суточной нормы. А остальное приходит с пищей. И не абы с какой, а исключительно с животными жирами. Оттуда вы получаете еще и незаменимые жирные кислоты. Дефицит которых как раз и сыграл роль в том, что у вас именно экзема, а не псориаз, например. Ну, поэтому намного проще выписать вам белосалик, протопик, акридерм, адвантан и любой другой метилпринезолон, гидрокортизон, клабитозол, флометазон и подобные вещества, названия которых похожи на заклинания из Гарри Поттера. Они хороши. Но вот долгосрочные побочные эффекты от подобных препаратов просто ужасные. Так как есть вероятность, что у вас будет и экзема, и побочные эффекты. Самое первое, что вы могли заметить, развивается нечувствительность к стероидам и иммуносупрессивным препаратам. После того, как организм привык к одному из таких препаратов, повезет, если экзема не усилится. Но врачу в любом случае придется выписать вам другой стероид, скорее всего, который будет сильнее и опаснее, чтобы вы смогли справиться с очередным обострением экземы. Да, гормональные мази дают быстрый эффект, но они вредны и есть привыкание и синдром отмены. Они, если помогают, то работают ровно до момента, пока вы не перестанете их использовать. Есть средства, которые дают моментальный результат и облегчение состояния кожи без неприятных побочных эффектов, которые убирают все симптомы экземы и не вызывают привыкания, как гормональные средства. Формула крема не содержит гормоны, а только натуральные вещества и помогает коже самостоятельно восстановить кожный покров. Средство называется «Экзопримул». Закажите его по ссылке в описании к этому видео. Но вместо того, чтобы вас просто запугивать, давайте поговорим, какие побочные эффекты вас ожидают. Перепады настроения. Набор веса. Синдром Ицинга-Кушинга. Можете посмотреть картинки в интернете, они не сильно приятные, особенно если вы молоды телом и духом. Атрофия кожи, стероидный диабет, остеопороз, катаракта. Некоторые из препаратов даже провоцируют глаукому. Снижение сопротивляемости инфекциям, замедленное заживление ран. Тремор, головная боль, бессонница, анемия. Многочисленные проблемы сердечно-состудистой системы. И речь не об обычном скачущем пульсе и нарушении давления. Словом, они тоже есть. А, например, ишемическая болезнь сердца. Диарея, запоры, воспаление кишечника. Разной степени нарушения функций печени и почек. Вы поймите, мы совсем не против таких препаратов, если вам их прописал врач. Значит, он, скорее всего, знает, что делает. Но вы обязаны понимать, что именно вы используете и чем именно вы лечитесь. Потому что, например, иммунодепрессия – это очень опасное состояние, при котором ваш организм не в состоянии защищать вас от бактерий, микробов и грибков, как раньше. Что помешает после этого вашей обычной экземе осложниться микробами или грибком? Несмотря на то, что после стероидов и иммунодепрессантов ваша экзема исчезает, они ее не лечат. Эти препараты больше похожи на палатку. Вы можете в ней спать, вы можете в ней жить летом или поздней весной. Когда же начнется сильный дождь, ветер или снегопады, как-то очень быстро улетучивается вся романтика такой жизни. Необходимо восстановить работу внутренних органов, чтобы ваш организм смог самостоятельно справляться с экземой или ее обострениями. Такой процесс долгий, но даже если так, то стоит использовать безопасные препараты. Чтобы не сталкиваться с неприятными последствиями использования гормональных составов на вашей коже, заказывайте средства с натуральным и безопасным составом. Крем Экзеприма по ссылке в описании к этому видео. А также смотрите эти ролики. Продолжение следует...